В ходе пресс-конференции министр образования и науки ДНР Лариса Полякова сообщила, что в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в высшее учебное заведение ДНР поступило 475 абитуриентов, а в образовательное учреждение среднего профессионального образования 192 абитуриента. Студенты, которые поступили в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, собственно, ничем не отличаются от студентов ДНР. Они также участвуют в общественной жизни, они также пользуются всеми благами, всеми возможностями обучения, воспитания, проживания. Около двухсот студентов проживают сейчас в общежитиях образовательных учреждений. Также Лариса Полякова рассказала о детях, нуждающихся в особых условиях для получения образования, которые поступили в учебные учреждения республики в рамках гуманитарной программы. Образовательные учреждения специального образования – дети, которые нуждаются в особом подходе к обучению и воспитанию. В таких школах на обучение зачисляются каждый год, ежегодно, кроме трех школ санаторного типа, там, где возможно зачисление не на один год, а на три сразу года. Таких детей у нас сейчас 44 обучаются, а в этом году поступило 15 детей. КОНЕЦ